2021 танковый гайд для battlefield 2 не хочу много говорить но скажу что гайд старался сделать интересным для всех как и для новичков так и для опытных игроков тактики в нем нет только механика приятного просмотра чтобы кататься по карте между флагами особых навыков и умений не требуется макайте кнопку и старайтесь никуда не врезаться есть тонкости которыми народ не пользуется а я же нахожу эти элементы очень важными при управлении танк по порядку при виде от третьего лица камера находится над танком и благодаря этому вы больше видите больше видите получаете больше информации больше информации выше эффективность бою вы видите за укрытиями видны инженеры из пикопсы которые пытаются подбежать и заминировать танк видны и снаряды и ракеты которые прилетают вас видны сопла и которые падают и которые уже лежат ну и чуть легче не врезаться во всякую мелкую дичь при непосредственном передвижении при переключении на вид когда камера смотрит назад можно довольно эффективно сдавать задним ходом вставляя хорошо бронированную башню в направлении противника особенно полезно незнакомых позициях а также видны мины заложенные в слепых зонах холмов и мостов лично я для переключения использую боковые клавиши мыши под большим пальцем одну на вид в танк другую на вид от третьего лица и кнопку c по дефолту поначалу возможно будет некомфортно переключаться обратно в танк после третьего лица и сразу понимать куда вы смотрите это дело привычки и практики главное помните используя переключение камеру вы получаете информацию тот кто владеет информацией владеет и миром довольно часто использую выстрел из основного орудия как импульс для более быстрого старта с места смысл в том что танк получает небольшой толчок который направлен противоположный выстрел поэтому стреляя назад вы будете ускоряться вперед более чем уверен что при достижении максимальной скорости эффект отсутствует или крайне мал также он слабо заметен при выстрелах на ровной поверхности но он позволяет выиграть ощутимое время если танк едет в гору дело в том что старт танка очень долгий если он уже стоит на наклонной поверхности и данный трюк позволяет его значительно ускорить также можно ускоряться заезжая на вершину холма если выстрелить в момент когда танк начал замедляться иногда мешают остовые техники я предпочитаю уничтожать их выстрелом из танка чтобы освободить себе проход это гораздо быстрее чем ждать пока они сами взорвутся а также можно уничтожать вообще все объекты которые могут помешать движению в будущем например брошенные машинки или кордропы вражеского командира еще могут помешать светофоры и дорожные знаки их тоже советую уничтожать чтобы не застревать иногда полезно заранее сломать заборы и получить дополнительные возможности для маневра пера стрельбе стрельбу на танке также разделим на несколько пунктов категории но сразу скажу что тут как и во всех шутерах нужно быстро целиться фликами обладать хорошим трекингом ставить прицел в место откуда появится враг тот самый crosshair placement разве что у нас тут все же танк а не человек поэтому есть нюансы и так по пунктам первое стрельба из основного орудия стрельба из пушки состоит из фликов и стрельбы из пристрельной позиции в целом очень похоже на механику стрельбы в любом шутере но со своими особенностями основной тип стрельбы это флики или другими словами увидел навелся выстрелил при повторном выстреле можно еще и прицелиться получше и взять поправки после первого выстрела такой стрельбы нужно очень долгие тренировки еще году в 2008-2009 я увидел видос jetai tanker school где парень рассказывал как бахать самолеты и вертолеты на паблике там я тренировался по его гайдам но специфика его видео было нацелено на поражение быстрых целей на больших расстояниях таких как самолеты и вертолеты а я 8 на 8 competitive танкист не такое мягко говоря не особо надо поэтому я взял суть его тренировок и применил их на свои реалии можете ознакомиться с оригинальным видосом можете послушать немного измененную мою версию и так к сути а суть проста вам нужно не особо думать когда вы стреляете на стрелять на подсознательном уровне примеру вы не думаете как куда и когда поставить ногу во время ходьбы вы просто ходите вы не думаете как бросить баскетбольный мяч кольцо вы просто бросаете и тут и там работает ваше подсознание но для этого вам нужно было сначала научиться это делать наработать базис дальше мозг использует накопленное уверен всем знакомы это чувство когда вы на танке видите цели не знаете как нужно поднять прицел и начинаете думать потом пытаетесь стрелять не попадаете пробуйте опять вот этого нужно всего избежать видите цель тут же наводитесь и стреляет сам по себе мозг это хороший вычислитель вам не нужно думать о траектории полета баскетбольного мяча во время игры чтобы забросить мяч в кольцо мозг это делает на лету еще пример стрельба с вп в кс го принцип тот же увидели цель нажали скоп флик выстрел времени на подумать нету вот fbf2 для успешной стрельбы вам нужно сфокусироваться на цели навестись и выстрелить проблема тут в том что для такой стрельбы нужно очень много практиковаться тот самый базис заложить мозг паттерн как он должен вычислять а это часы тренировок сами тренировки должны заключаться в нарабатывании одних и тех же выстрелов и действий а мозг уже во время игры будет их использовать естественно если позволяют условия вы можете и прицелиться и выдохнуть перед выстрелом или дождаться идеального момента я сам бывает стреляю не сразу очень часто ты стреляешь вот прямо сейчас или умираешь или выпускаешь момент а времени на подумать нет хотелось бы отметить что я не самый скоростный стрелок в battlefield 2 важно быстро принять решение вот самым выстрелу я провожу медленно чем это возможно в тюрьме и не стараюсь стрелять с максимальной скоростью с которой это возможно движение меня больше аккуратно но и немедленно опять стоит вспомнить про положение вашего прицела чем ближе он к предполагаемому противнику тем легче вам будет целиться часто бывает так что при стрельбе из пушки речь не о скорости движения прицела по экрану а больше скорости принятия решения на выстрелы стреляют чаще всего по пехоте поэтому нужно понять какую часть стены или земли выстрелить чтобы протянуть погиб иногда еще приходится учитывать направление его движение время которое будет затрачено на выстрел и немного угадывать куда надо выстрелить чтобы поразить цель так вот решение куда выстрелить я принимаю очень быстро а вот уже сам выстрел имеет относительно умеренную скорость еще важно учитывать движение танка когда вы двигаетесь двигается и прицел эти движения надо учитывать при стрельбе либо нивелирует движение танка движением прицела либо наоборот помогать прицеливанию движением танка. Поднимать прицел только по вертикали, а горизонтально двигаться так, чтобы прицел сам приехал к цели. Стреляю я так редко, хотя и стрелять в движение приходится постоянно. Например, я ставлю прицел так, чтобы он приехал туда, куда надо в момент, когда снаряд будет заряжен. И уже перед самим выстрелом делаю небольшую поправку. И это позволяет сэкономить ресурсы концентрации и подумать еще о чем-то полезном. Итак, более детально о самой тренировке. Начать нужно со статики. Вы стоите на любой позиции и стреляете в рандомные цели. Дома, окна, технику, столбы и деревья, любые детали ландшафта. Ставите прицел в рандомное место экрана, введите окно, наводитесь, стреляете. Начинаете с близких дистанций. Практикуетесь на точность, потом на точность и скорость, привыкаете к инерции башни и чувствительности мыши. Это и будет вашим базисом. Потом переходите на средние дистанции. И практикуете то же самое уже на новых дистанциях. Можете миксовать цели, потом на дальние дистанции. А если хотите убивать самолеты, то и на очень дальние. Как только у вас начнет получаться статика, нужно будет переходить к стрельбе в движении. Важно тренировать стрельбу в движении, потому что в игре вы часто находитесь в движении. И тут все станет гораздо сложнее. Сюда придется добавить переключение камер и постановку дула в направлении противника. В БФ2 положение прицела так же важно как и в любом шутере. Чем лучше он установлен, тем легче вам стрелять, так как прицел будет ближе к цели. И вы тратите меньше времени на перемещение прицела по экрану. Но в БФ2 есть еще и переключение камер. Камера привязана к корпусу, а прицел к пушке, а пушка к башне. А башню можно и нужно крутить в стороны, оставляя корпус неподвижным, что делает постановку прицела не всегда простой задачей и требует практики. Я люблю практиковаться на Маштуре или Вульфе. Катаюсь по карте и стреляю по всему, что есть на экране. С остановкой, переводом башни в разные места и переключением камер. Стреляю по целям перед собой на ходу, по целям сбоку, вращаю башню и переключаю камеру. В цели стараюсь убирать с видом от третьего лица, потом вращаю башню, в самый последний момент переключаюсь на вид от первого лица и стреляю. Есть другой вариант тренировки. Ставите прицел в рандомное место, не смотрите на него и бегаете глазами по экрану. Как только определились с целью, сразу стреляете, оставляя взгляд сфокусированным на цели и не обращая внимания на прицел. Но лично я такое не практикую. В дополнение скажу, что настоятельно рекомендую стараться стрелять максимально точно. При стрельбе из основного орудия по пехоте очень часто танкисты стреляют в рельеф или здание, чтобы убить сплошо. Такие выстрелы требуют высокой точности и скорости. При тренировке стрельбы в движении отдельным пунктом стоит тренировать стрельбы на кочках, горках и ямках, так как они здорово усложняют любой выстрел. В игре часто попадаются ситуации, когда нужно сделать именно такой выстрел. Я от данной тренировки в последнее время пренебрегаю. Такие выстрелы часто промахиваюсь или вообще не стреляю и теряюсь за этого время. Второй тип стрельбы и самый же простой, это стрельба с подготовленных позиций. В 8 на 8 танкисты занимают одно и то же место и стреляют в одни и те же места раз за разом. Поэтому я, к примеру, уже не думаю, куда надо стрелять и как поднимать прицел. Я просто привык и знаю это. А я все равно бывает промахиваюсь, но поправить такие промахи легко прямо на лету. Тупо освоить такую стрельбу вам нужен непосредственный опыт на определенных позициях по определенным целям. Довольно легко нарабатывается со временем или тренировками с тиммейтами. Просите их побегать, поездить, а вы под ним стреляете. Именно к такому типу стрельбы я отношу стрельбу по машинкам. Я часто стреляю не в машинку, а в зону, где будет эта машинка, после того, как она проедет определенный рубеж. Но бывает приходится стрелять и на глаз. Стрельба с пулемета в основном это самые обычные треки. Если пехотинец не двигается, то тут все просто. Навелись, зажали, убили. Если пех двигается, нужно хорошо чувствовать скорость пехотинца, держать прицел на уровне головы и вести его с правильной скоростью. Если пех выглядывает и прячется, я зашиваю в точку, где он может появиться. Часто использую пулемет, чтобы ранить водник. Сел выбегут из горящей машины, спрячутся, дадут респ, мне этого всего не надо. Поэтому я сначала стреляю пулеметом по машине, снимаю ей часть хп и делаю уже финальный выстрел пушкой, не оставляя Сел шанса покинуть водник. Также добиваю вертолет и воздух, если удается по ним попасть основным орудием. В целом, спаренный пулемет у танка штука нехитрая и в основном требует хорошего аима, а потом трекинг. Я трекингов в бф2 никогда не тренировал, но уверен, обычные боты могут помочь. Хотя зачастую надо стрелять не в пеха, а чуть перед ним за счет того, что у пули есть баллистика. Трельбаст f2 очень помогает бороться с вертолетами. Когда по верту работает уже одна-две машинки, то третья пятидесятка сгрызет верт очень быстро. Даже если большая часть пули летит мимо, кто-то дал хорошую очередь, кто-то не очень, вы дали на одну-две-три палочки. Но они и будут решающими, верт начнет гореть и на этом все. Также использую F2, чтобы добить верт на хилипаде, так как он наносит больше урона, чем отчинивает хилипаде. Сначала выстрел с пушки, пересадка на F2, добивание. Еще люблю, хоть это и довольно рискованно, комбинировать любые заборы с М1А2 и его F2. Абрамс высокий, и поэтому поставив его у забора и пересев на F2, бывает эффективно стрелять по пехам. Но нужно держать руки на кнопке F1, чтобы мгновенно в случае чего пересесть обратно. F2, кроме как зенитный пулемет, нужен еще для того, чтобы убивать пехов в низинах, до которых у танка не хватает углов вертикального склонения. Ну и немного о механике. Направление, куда смотрит пулемет F2, привязано к корпусу танка, а не к башне, что следует учитывать при повороте башни и пересадке на F2. Поворачивая башню, визуально будет разворачиваться и пулемет, но если на него пересесть, он будет смотреть туда, куда смотрел относительно корпуса в последний раз. Это тоже можно использовать, или хотя бы учитывать. На F2 можно прятаться в танк, если нажать Ctrl, но убить вас все равно возможно, выстрелив в люк сплэшем или сверху. А еще можно убивать падающие ящики, если стрелять с F2 в парашют. Входящий урон, или сколько мы можем принять кирпичей на грудь, пока не увидим надпись «Дорез по 15 секунд». Тунчис довольно крепкая штука, особенно если рядом есть соплай, а лучше 2. В целом, я примерно представлял какой урон что наносит, но пришлось поделать тесты, чтобы разобраться что к чему. Мы же в 2021 году на серьезных щахт танковых гайд записываем. Нужна была точность. Если вы вдруг не знали, я вот не знал, у танка оказывается 20 дней здоровья, тех самых палочек, что внизу. Начну я с урона, который может нанести нам другой танк. Итак, снаряды других танков наносят. В лоб корпуса 5,3 единицы урона. В бок корпуса 7 единиц, в зад корпуса 9 единиц. В поднищу 9 единиц. Крышу корпуса тоже 9 единиц. Но это относится только к задней и центральной части корпуса. Крыша корпуса в передней части танка считается лобовой броней, и урон по ней проходит соответствующий. В гусеницу 10 единиц урона. Тут надо бы сделать небольшую оговорочку. Хитбокс гусеницы виден сбоку. Если выстрелить хитбокс гусеницы сбоку, так же отнимется 10 хп. При том то, что вы как бы стреляете в борт танка, и должно отниматься 7. Теперь про башни. Урон танка по башне в лоб 5,3 единиц урона. По башне в бок 7 единиц, в крышу 9 единиц. По люку 5,3 единицы, в пушку тоже примерно 5,3 единицы. По задней части башни 9 единиц. Но с задней части башни не все так просто. У танков сзади на башне есть объекты, в которые урон проходит не полностью. У американского танка это ящики с патронами для пятидесятки, у китайского это решетка и какой-то сверток у Т-90. Вот эти все объекты танк защищает, урон в них проходит разный. К примеру, по китайцу 6,5 единиц урона с дальней дистанции и 7,5 единиц урона с ближней. Иногда он чуть ниже, примерно 7,3 единиц, но явно не 9, как должно быть. Теперь о антитанках. АТ ракета наносит немного меньше повреждений, чем снаряды танков. 4,75 единиц урона в лоб корпуса, в бок корпуса 6 единиц, в зад корпуса 9 единиц. В нищей 9 единиц, в гусеницу 10 единиц. И 9 единиц в крышу корпуса. Теперь по башне. В лоб от ракета наносит 4,75 единиц урона. В бок башни 6 единиц, в зад башни от 9 единиц и ниже если стрелять по защищенным местам. В крышу башни 9 единиц. В люк 4,5 единицы, в дуло тоже 4,5 единиц. Ракета БТР по урону совпадает с ракетой АТшника, за исключением зада корпуса. Туда почему-то проходит только 8,75 единиц вместо 9. Пушка БТР и дела обстоят интереснее. Хороший урон проходит только в гусеницу. Примерно 2 выстрела, 1 хп на американской АПЦ. Другие места танка нужно сделать от 10 до 20 выстрелов, чтобы отнять хотя бы 1 единицу хп. Что почти бессмысленно, поэтому точные цифры считаю ненужными. Ракета ТО наносит в лоб 10 единиц урона, в бок 12,5 единиц, в зад 19 единиц, в гусеницу 20 единиц, в днище и крышу по 19 единиц, в люк и пушку по 9,75 единиц. Ну и теперь о рикошетах. Танковый снаряд может срикошетить, чем наносит дополнительный урон. Рикошетит он и от техники, и от некоторых поверхностей. Отрикошетивший снаряд летит не совсем так как он должен. По моему мнению именно поэтому он может рикошетить обратно в танк, и наносить дополнительный урон. Но бывает, что рикошетит в целом куда надо. Механика довольно рандомная, но важная, так как позволяет более эффективно уничтожать танк или вообще любую технику. По сути при рикошете обратно в танк, танк вносит двойной урон, поэтому выстрел с рикошетом обратно в танк гарантирует урон на половину хп. В целом даже сложно понять как он высчитывается. Но суть в том, что выстрел с рикошетом обратно в танк всегда хороший выстрел. Иногда очень хороший, а иногда ваншот. Например, БТР всегда горит от двух попаданий. Но стреляя в БТР с рикошетом, уже после первого выстрела у БТР остается три палочки. Я не знаю как выстрелить по БТРу два раза так, чтобы у него осталось три палочки. Поэтому понять механику рикошета до конца как мне кажется трудно. Возможно от рикошетиш и выстрел взрывается где-то возле корпуса и урон проходит не полный. Но проверить это у меня не получилось. Понятное дело, самое важное при выстреле с расчетом на рикошет это угол. Он должен быть рикошетным. Иначе магии не случится. А вот поверхность уже не так важна. Рикошетить может в теории от чего угодно. А главное во что угодно. Мельчайшая деталь на технике потенциально становится объектом куда может отрикошетить снаряд. Также некоторые выстрелы рикошетом наоборот урона не наносят. Почему так я не знаю. Шанс рикошет от разных поверхностей вроде как разные. Наверное где-то есть коэффициент. Но у меня его нет. Начну со снов. Вот прям для совсем прям зеленых танкистов. При получении урона что будет происходить постоянно нам нужно чиниться. Сделать это можно четырьмя способами. Первый выйти и починить танк. Самый универсальный доступно. Вы инженер, у вас есть гаичный ключ. Выходите и чините. Минусы. Вас могут убить при починке. Ваш танк могут украсть при починке. Вы не убиваете врагов пока чинитесь. Чаще всего этим способом я пользуюсь в критических ситуациях. Отступив в более безопасное место предварительно пустив дым. Второй способ чиниться от ящика. Нивелирует все минусы предыдущего пункта. Вы не можете умереть от снайпера на крыше. Ваш танк не гонит. Вы продолжаете воевать. Минус. Сама починка дольше. Если у вас только один ящик. Если у вас их два и больше, то минусов и нету. Я очень часто комбинирую эти два способа. То есть отъезжаю чуть назад к ящику и начинаю чинить танк. Это позволяет не спровоцировать погоню за мной на выгодных для меня условиях, когда противнику придется сближаться со мной, чтобы добить места, где я могу его легко убить. Если соплаив 2 или упаси боже 3, то убить вас очень и очень тяжело. Вместе с количеством ящиков растет и скорость починки. Уклоняйтесь хоть от каких-то снарядов и убивайте врагов, которые пытаются вас атаковать. И вы не должны погибнуть. Третий способ починки это наличие другого танка или батарея рядом с вами с инженером внутри. Минусы. Требуете тимплей, чтобы вы друг другу не мешали. Медленная починка. Второй танк будет красть ваши фраги. И если это не паблик, то вполне возможно, что вторая единица техники нужна в другом месте. И она тратит свой тактический потенциал в пустую. Из плюсов. Вышеогневая мощь. У вас есть дополнительная дымовая завеса. И вас могут закрыть корпусом от врагов. Так же скажут довольно банальные вещи, но даже игроки высокого уровня почему-то об этом забывают. И сопла и танк с инженером внутри чинят любую пустую технику в небольшом радиусе от себя. Этим можно пользоваться, когда люди, покинув танк или БТР, умерли. Срезав дистанцию, такой БТР или танк можно отчинить вашим танком и забрать свою команду. Опять же, будьте внимательны, если планируете покинуть танк и спасаться ногами. Иногда это полезно и нужно делать, но чревато потерей техники. Проконтролировать расстояние до вражеского танка легко, но вот не заметить ящик, который вас чинит, еще легче. Твердый способ это инженер, который стоит и чинит ваш танк, пока вы сидите внутри и воюете. Из плюсов это высокая мобильность и очень хорошая скорость починки. Минусы этот способ нужно применять крайне редко, ввиду того, что даже один человек это ценный ресурс в этой игре. И тратить его на то, чтобы чинить танк почти всегда глупо. Бывают исключения, но они диктуются тактикой. Можно провернуть на паблике с другом. Но даже на паблике с другом будет лучше, если ваш друг будет спауниться медиком и будет бежать пивать этих атешников, вместо того, чтобы чинить вас. Медику или ассалту убить атешника, который занят танком, не должно составить труда. Даже если дело кончится неудачей, атешник потратит время, иногда и ракету на пехотинца, а не на вас. Вы в свою очередь потратите это время на его убийство или убийство его напарников или на починку своими силами. Но если рассматривать чистую починку таким способом, в отрыве от тактики, то она довольно эффективна. Довольно удивительно, но некоторые игроки умудряются залазить танк без гаечного ключа в руки. Не будьте арктиками и садитесь с ключиком. Это даст вам возможность очинить танк сразу же, как вы из него вылезли. Танкист при условии наличия места выходит из танка слева по центру, чуть-чуть ближе к переду. Если места слева нету, то выходит справа. Если нет места и там, то сзади. Но по дефолту это слева. И вот зная где вы окажетесь, можно заранее развернуть танк и использовать его как укрытие. Танк продолжает перезарядку, даже когда вы снаружи. Поэтому это время можно тратить на починку танка. Много вы не отчините за время перезарядки вражеской атешки или танка. Одна-две палочки максимум. Но при ситуации один на один это может сыграть решающее значение. Обычная практика починки танка это починка танка с оплайм. Вам даже не надо его покидать и вы можете продолжать воевать. Для этого вам понадобится толковый командир. Смотрел стримы других команд, никто не заморачивается на эту тему. А зря. Мой командир накидывает мне ящики в определенные места, о которых мы заранее обговорили. При этом точность этих ящиков очень высокая. Они лежат строго там где нужно, что крайне увеличивает мою живучесть и тем самым расширяет мой боевой потенциал. Но что делать когда своего кома нету или это вообще паблик? Отвечу, что просить ящик максимально близко к позиции. Если командир меняемый, вы можете описать его место где вы хотите его увидеть. Или же если он не очень меняемый, то пусть кидает хоть куда. Я потом их двигаю, туда куда мне надо. Но может возникнуть вопрос, двигать ты куда? Я бы мог назвать все позиции соплаев на всех картах, но я пожалуй расскажу логику этих мест. Идеальный соплай лежит так, чтобы можно было чиниться непосредственно воюю с противником или отъехав чуть-чуть назад. А также лежит в укрытии от ракета снарядов. Это и есть формула хорошего соплая. Если ящик не получается нормально спрятать от врагов домами или рельефом, прячьте его самим танком, закрывая линии огня. Пока у вас есть ящик, вас очень тяжело убить. И это практически не способен сделать 1Тшник. Для компетитив игроков я бы рекомендовал при починнике посматривать вверх, так как есть командиры, которые кидают на вас всякую дичь, чтобы задавить. К этому надо быть готовым. Также это может помочь не потерять соплай вашего же командира пока он падает. Они бывает ломаются, если падают прямо на крыше танка, когда тот хоть немного движется. Этого можно избежать, выйдя из танка и посмотрев куда он падает. Но машинки бросают не все командиры, а на паблике так и вовсе никто. Поэтому я в большинстве случаев когда чинюсь смотрю на карту. Но в критических ситуациях я уже смотрю по сторонам. Можно увидеть позиции АТшников, о которых я до этого не знал, появление техники из-за угла дома, еще контролировать вражеского пехотинца, чтобы тот не выбежал и не украл мой танк. Спасал меня это и не раз, и на паблике это будет актуально. Также посоветовал бы при починнике постоянно двигаться, либо всякие черти на снайперах могут вас очень легко убить, если вы будете стоять без движений и чинить. Важно следить как много противников вас атакуют, их потенциальный урон и позицию. За паблику я отступаю при первом же попадании, или наоборот могу стоять под обстрелом до талого. При отступлении на починку я часто даю дымы. Дымы даются в направлении основного орудия танка, то есть туда куда смотрит башня. Стоит учитывать это и разворачивать ее на противника. Дым довольно густой, за ним танк не видно, поэтому стандартный маневр это дать дым, сместить танк с места где он был в последний раз когда его видели, и с линии по которой он двигался. Дальше принять решение, продолжать отступать или уже можно выходить чиниться прямо тут на месте. Тут важно понимать, что оттешник или танк, если он не видит вас в момент пуска дымовой завесы, скорее всего не поймет где ваши уязвимые зоны, а ты и вовсе не поймет где ваш танк. Дым часто закрывает не только танк, но и ориентиры, которые помогают понять куда надо выстрелить. И это сильно сбивает с толку. Если не тормозить и принять решение быстро, то можно отчинить весь полученный урон и свести ситуацию к уже менее критической. Ваш тончис всегда должен быть полностью починен, или вам надо к этому стремиться. При позиционной борьбе надо следить, насколько быстро вы уничтожаете противников и насколько сильно они вас кусают. Я постоянно считаю количество оттешников, их примерную перезарядку и количество их ракет. При этом посмотрю на свое хп. Если расклады не очень хорошие, я продаю время и расстояние для себя в обмен на починку. Для этого пускают дым и стою чинись в соплая. Ну или без него. Если они бегут ко мне, чтобы добить, они часто пробегают к уже фуловому танку. Я их убиваю в ситуации, когда спрятаться они не могут. Если же они срезали дистанцию и остались живы, то шансы на смерть резко возрастают. И это все сильно повышает требования к оппозиционке. Вам надо понимать, где будет враг, где вам нужен соплай, чтобы чиниться, и пока вы стреляете по врагу, и когда вы в укрытии. Важно понимать возможные подступы к вам, чтобы убивать оттешников в местах, где они наиболее уязвимы. И так же важно понимать, что вас ждет, если они до вас доберутся. Куда отступать и как обороняться уже там. Это все по большей части была механика. Надо двигаться к практике. В то время для танкового турнира один на один я придумал довольно простой алгоритм. По сути включил логику и систематизировал знания о игре, чем усложнило работу голове, но увеличивало количество верно принятых решений. До начала вспомним про урон. Танк забирает другой танк в борт с трех выстрелов, нанося 7 единиц урона за выстрел. 20 на единицу урона в сумме. Есть даже небольшой запас в одну единицу хп. Если есть возможность, то можно выстрелить прицельно в гусеницу и снять 10 хп. То равно половине и позволяет убить танк двумя такими выстрелами. Представим идеальную ситуацию, когда танк воюет с танком и о нем без каких-либо преимуществ в поле, что в реальности случается почти никогда. Но как базис пример хороший. Итак, в поле один танк замечает другой, а не стреляют друг друга, и с большей долей вероятности, как бы это просто не звучало, победить тот, кто первый выстрелил. В любой проекции танк убивается за три выстрела, если не быть упоротым и не стрелять в лоб. Все, что вам нужно, это выстрелить первым, нанеся от 7 единиц урона и больше, и не дать врагу убить вас за два выстрела. А сделать это довольно просто, если спрятать гусеницу поворотом корпуса или сближением. Еще раз, если вдруг кто не понял. Вы стреляете, минус 7 хп врагу, враг стреляет, минус 7 хп вам. Вы стреляете, минус 14 хп врагу, он стреляет, минус 14 хп у вас. Вы стреляете, он мертв, вы живы, потому что он не выстрелил, потому что он мертв. И этот расклад вам известен уже после первого выстрела. Исключение рикошеты. Важно проконтролировать, кто сделал первый выстрел, сколько урона вы отняли, сколько урона отняли вам. Дальше оценить ситуацию до следующего выстрела и принять решение. Если все плохо, начать спасаться. Если все хорошо, то стараться сохранить инициативу. Если есть понимание, что будет происходить у вас, но нет понимания противника, это огромное преимущество. Понятное дело, что возможно огромное количество ситуаций и нюансов. Но в целом правила просты. Стреляете первыми в борт или в гусеницу и убить вас будет возможно только рикошетом или двумя выстрелами в гусеницу. Танки редко едут друг на друга в лоб. Обычно это город, где улицы с домами и танки находятся за углом друг до друга. В таких условиях борт всегда открыт. В условиях города сделать два выстрела подряд в гусеницу очень сложно, а вот три выстрела в борт элементарно. Если первый выстрел за вами и противник не понимает его значения, то вы уже победили в дуэли. Исключение только рикошеты. Подробнее насчет выстрелов на пол хп по гусенице. Они не очень эффективны ввиду сложности исполнения. Также вам или ему все равно понадобятся два таких выстрела в гусеницу, чтобы убить танк за два выстрела. То, кстати, актуально, если вы выстрелили вторым. В такой ситуации нужно сразу же пытаться покинуть бой, уехав за углом. Тем самым заставить противника вас пушить. Тем самым получить возможность заново выиграть первый выстрел. Или стрелять в гусенице дважды, чтобы не дать противнику сделать третий выстрел и убить его за два ваших. Есть вариант починить танк между своими выстрелами в течении пары секунд, но об этом чуть позже. Если тот танк, по которому стреляют в гусеницу это вы, то чтобы не получить два выстрела по гусенице, достаточно развернуть танк на 45-90 градусов по отношению к противнику и продолжать двигаться. Особенно эффективно, если доворачивать вы начнете как раз перед выстрелом противника. Важно учитывать, что на близкой дистанции пушка не опускается до гусеницы, но опускается на крышу корпуса. Но не все знают про крышу корпуса и часто стреляют в лоб. Поэтому в танковой дуэли еще важно следить, куда целится противник. Это довольно просто определить по тому, куда он смотрит дуло. И пытаться прятать эти зоны, не давая противнику сделать удобный выстрел. Можно спрятать зоны рикошетов, также развернувшись к бокам к противнику. Если у противника есть соплай или еще худший инженер, то весь алгоритм становится гораздо сложнее. Добавим еще математики. Перезарядка танка 4 секунды. Один соплай чинит пол палки за секунду. Один инженер чинит одну палку за секунду. За время двух выстрелов соплай чинило и около двух хп. Выстрел. Танк начал чиниться. КД пушки 4 секунды. Выстрел. Вот на этом моменте вражеский танк уже отчинил 2 хп. И к моменту финального третьего выстрела получится уже 4 хп. Напомню, что 3 выстрела в борт отнимают 21 хп. Если танк отчинил 2 хп, то он будет гореть, но будет жив. А если он будет стоять в соплай все время, то чинит все 4 хп. Инженер отчинит 2 раза больше. Тратить выстрел на соплай значит хоронить от себя. Так как момент первого выстрела и уж тем более сам выстрел как видите очень важен. Поэтому пушить танк хотя бы с одним соплайом очень плохая идея. Но если этот танк вы, то понимание ситуации даст нам преимущество. Исключение рикошеты. Пушить танк с соплайом можно если вам помогает атешник. 7 плюс 6 плюс 7 плюс 7 равно 27. Вариант где атешник выживает я не рассматриваю. Танк с соплайом может отчинить только 4 единицы урона. 24 меньше 27. Так что хватает даже с запасом на случай если ат попадет в лоб корпуса или башни. Или выстрелит в рассинхрон с вами. Можно изменить в алгоритме 3 выстрела в борт по танку с соплайом. 1 выстрел в борт на выстрел по гусеницу с уроном в 10 хп. И тогда суммарно урон выходит 24. Что равно хп танка плюс починка от соплай. И хоть и там и там 24, то по механике игры танк будет гореть и не взорвется. Тут я думаю все дело в десятых долях скорости перезарядки и починки. Цифры у меня условные, а не точные. Замерял я на мобильный телефон с округлением. Так что имейте в виду. Ну и вариант с рикошетом. Тут все просто. Видите танк, стреляете с прицелом на рикошет. Если все сделать как надо, убьете танк за 1-2 выстрела. Можно даже с соплай. Минус этой затеи в том, что если вы промахнетесь, то урон будет только 5,3. И чтобы убить танк вам может не хватить и трех выстрелов. Что довольно печально. Очень актуально на близких дистанциях и в патовых ситуациях. Как например фуловый танк. Вам остался один выстрел и у вас есть только один выстрел. Стрельба рикошетом, если она у вас получается, ультимативная. Не требует всей этой заманухи с просчетом ситуации, кто сколько урона нанесет и кто там выстрелил первым. Видите танк, стреляете. Подъезжаете поближе, второй выстрел стреляете рикошетом. Если все исполнить верно, то противник умрет на этом моменте. Если вы выстрелили первым, то у врага вообще только один выстрел, чтобы вас убить. Сами пробовал играть и через рикошет и через алгоритм. На очень близкой дистанции стрельба через рикошет очень эффективна, но уже на средней дистанции становится не очень актуально. Ввиду тактик 8 на 8 с танками врага я сбежаюсь не очень часто и поэтому предпочитаю использовать алгоритм на постоянке, а рикошеты в крайних случаях. Всего вышесказанного всплывают в предыдущей части кайта про скорость наводки и постановки прицела. В танковых дуэлях при невероятной важности первого выстрела именно грамотная постановка прицела и скорость наводки в нужную зону увеличивают ваши шансы на победу. Умение считать цифры, параллельно оценивая ситуацию, дает полное понимание, что будет происходить и что вас ждет. А реагирование на ситуацию, которая еще даже не произошла, дает огромное преимущество противникам. Мало просто уметь бахать на танки. Важно понимать почему и что происходит, на что нужно обращать внимание. Хочу добавить, что важно следить, куда именно вы попали и сколько урона нанесли, и параллельно смотреть, сколько урона нанес вам противник. Если он выстрелил на 5,3 единицы урона, например в зону между гусеницами, и не понял этого, это меняет расклады. Понимание этого позволит принять правильное решение. Лично я в такой ситуации вышел бы и подчинился, буквально на секунду-полторы. Тогда три его выстрела по вам вас не убьют. Но такой трюк использовать опасно, но я так делаю редко. В танковом бою на паблике или ПЦВ важно держать вражеский танк всегда в напряжении, и следить за его перемещением. Вы должны постоянно его напрягать, особенно если вражеская команда позволяет вам это делать. Раненый танк не хочет никуда ехать, и никого пушить, а вот фуловый иногда хочет. Поэтому даже один выстрел по вражескому танку будет его останавливать от опасных для вас действий. Чтобы такое было возможно, у вас должен быть сапплай, который будет постоянно вас чинить, давая возможность безопасности принимать вражеские снаряды. Танк сам по себе может быть источником информации. Например, белый дым-пол хп, черный дым-четверть. Вот еще совет для паблика игроков. В сражении с танками вам нужно максимизировать урон по врагу и минимизировать палатку. Обычно на карте есть укрытие. Высунулись из укрытия, зацелили вражеский угол. Как только появляется противник, выстрелы сразу в укрытие. Противник не может выстрелить в ответ. Очень часто народ в такой ситуации тупит и прячется обратно. Вы же после перезарядки выезжаете из-за укрытия и повторяете все заново. Если танк не чинился, то можно ехать, пушить и добивать. Сейчас открою трюк, который работает во всех играх, так как это один из законов оптики из физики класс такса 8 пример. Зову его закон об углах. Чем дальше от угла, тем раньше ты видишь противника за этим самым углом. Подгибая угол по самой далекой траектории, вы увидите противника, который стоит близко к стене раньше, чем он у вас. Поэтому надо огибать углы в кейсе по максимально далекой траектории. И это же работает и в бои. Если танк стоит в упор к дому, а вы нет, то вы его увидите раньше. При определенных условиях настолько раньше, что он вообще вас не увидит. Понятное дело, в такой ситуации стреляете в гусеницы, а дальше по обстоятельствам. В заключении хочу вернуться к алгоритму. К сожалению, такое явление как рикошеты вносит сумбур в этот математический праздник. Но если вы не сражаетесь в упор, то вряд ли противник осознанно выстрелит рикошетом по вам. Сам я пробовал играть и через рикошеты, и через алгоритм. В целом разницы не заметил. Оба варианта были эффективны. Тут моя задача рассказать моим чумазым братьям, как с ними бороться. При этом не объяснить парням с трубами как нас валить. Поехали. За счет своей мобильности и численности эти чертки чуть ли не основная угроза для танка на поле битвы. Ну кроме вертолетов, самолетов, СИ-4 БТРов. И сильно зависит от скилла АТшников, но все же. Угрозу АТ составляют только для танка вне позиции. Поэтому суть битвы с АТшниками это постоянное нахождение в позиции. Не менее важно это контроль подступов к ней. На большом расстоянии атакуя вас с одного направления, у них мало шансов не то чтобы вас убить и даже попасть в танк. Вам же довольно легко уклоняться от их ракет и то и вовсе их убивать. Если же они близко и атакуют ни с одного угла, то ваша смерть – вопрос времени. Поэтому позиции и удержание своей позиции – это основа игры для танкиста. Если чувствуете, что тучи сгучаются, то надо отступать, не дожидаясь печального финала. Итак, вы находитесь на удобной для вас позиции. Дотолкали с упла и отстреливайтесь от врагов. В зависимости от позиции вам нужно использовать разные приемы в борьбе с АТшниками. Один из них – это постоянное движение. Стоячий танк – это легкая мишень для выстрелов в гусеницу или в борт. А вот движущийся танк, особенно на средней и дальней дистанции – это очень тяжелая цель для АТ. По многому из-за того, что ракету придется удерживать на танке, находясь для него в простреле. Поэтому есть нехилый шанс, что АТшника вы убьете раньше, чем ракета долетит до вас. А без живого АТшника она, скорее всего, пролетит мимо. Так что скорость – ваша вторая броня. Я стараюсь ловить АТшки дулом, если позволяет ситуация. Например, отступая с мысль «дожить бы дула». В основном пытаюсь ловить дулом ракеты, которые летят в крышу или гусеницу. Но если выставить дулом в направлении врага, рано или поздно в нее попадут. А дул – это один из самых бронированных частей танка. Лучше получить минус 4,5, чем минус 10. АТшки в полубитве отвлечены охотой на вас и не очень заботятся о своей безопасности. И часто стоят рядом с тем же, что можно дать сплэш дэмидж. Тут требуется некоторый опыт, чтобы ваш мозг, наверное, находил такие объекты. И скорость принятия решения была максимально высокой. Также я часто зашиваю пулеметом то место, где до этого был АТшник. В случае, если он туда вернется, то он умрет. Переключение видов из начала гайда очень круто помогает понять, откуда именно стреляет АТшник. Так как вы не просто видите, куда попала ракета по танку, а еще примерное направление, откуда она летела. И угол относительно земли. Тогда можно понять, что стреляли или с крыши, или наоборот, с земли. Ну и мой самый любимый трюк, это выстрел чуть раньше того момента, когда АТшник появится из-за угла. Я не знаю тайминга перезарядки этой ракеты в секунду, но он не нужен. У каждого игрока своя скорость игры. Если все сделать правильно, то вы убиваете АТшника, который только подходит к углу, не давая возможности ему выстрелить. Сложный, но крайне эффективный прием. В эту часть я добавлю всякие скиллшоты из 8 на 8, и все, что я забыл по ходу сотворения гайда. Большую часть того, что я тут изложу, стоит готовить заранее, и под конкретную ситуацию, так как просто так во время игры их исполнить почти невозможно. Этые механики или идеи могут быть взяты на вооружение игроками с пабликами, и использованы для набивания фрагов. Начну с примеров на карте долин плент, понятное дело в формате на 16. За Китай важно удерживать вертолет на земле, и часто этим занимается танк. Есть две техники убийства вертолета танка. Первый и сложный вариант – это два выстрела из основного орудия по вертолету. Довольно тяжелое и ненадежное, но иногда это единственный способ. Второй вариант – это выстрел из основного орудия и добивание с F2. В племен советую разворачивать в нужном направлении заранее. Паблик же игрокам советую найти для себя позиции, где можно убивать вертолетчиков на паблике на незахватываемых базах с безопасного расстояния. Можно стрелять очень много фрагов, занимаясь тем делом. А если на сервер разрешен без рейп, так вообще раздули. Но это все требует тренировок на пустом сервере. Танкистам из 8 на 8 также нужно уметь делать это из Америки. Вообще рейп вертолета актуален на всех картах за каждую сторону, где есть танк и вертолет. Так же есть наработка по убийству не только американской машинки в начале, но и китайской, если она едет на реактор. Я использую тиммейта на F2. И он в определенном отрезке начинает стрелять по автомобилю. Я же полностью сосредоточиваюсь на выстреле из основного орудия. На драгоне, карканде, шарке и маштуре я использую командира для стрельбы по определенным позициям. Суть вот в чем. Ком видит, в каком конкретном месте находится враг. А все возможные позиции противника у нас с ними названы какими-то калаутами. А дальше все просто. Он говорит название места, а я туда стреляю. На карканде у нас разобран флаг отеля, на маштуре флаг норсбриджа, на шарке констракшн, на драгоне пауэр стейшн. Поблик игроки могут также замарочиться на эту тему. Суть. Найти точку, где постоянно кто-то трется, например, зона захвата флаг и нычку в ней, которая постоянно занимает, когда этот флаг берут. Назвать ее как-то и потом найти позицию на танки, где по ней можно стрелять. Когда все звезды сходятся, стрелять по инфе командира. Можно этим заниматься и без командира, ориентируясь по белому флагу. На городских картах есть сетчатые заборы. Они не простреливаются снарядами антитанков, но простреливаются пулями пулемета танка, что позволяет занимать очень интересные позиции и иногда непроходимые для вражеской пехоты. Также с заборами связана еще одна очень ситуационная фишка. Мало кто знает, но стрелковым оружием можно сломать соплай у танка. У соплай есть замочки в верхней его части. Если стрелять по замочкам, то ящик очень быстро ломается. Можно сломать соплай вражескому танку через забор, когда вы друг друга стрелять не можете и дальше уже воевать с ним в более удобном для вас положении. Еще на городских картах сильный туман. Для стрельбы в туман я зачастую создаю отряд и ставлю метки на карте и стреляю ориентируясь по ним. Очень полезно за миг ставить метки на бронетехнику, которая входит в город на карканде. Хорошо работает и на блюперле. Мало кто знает, но у флагштока есть хитбокс и по нему можно стрелять и убивать пехотинцев вокруг него. Актуально на многих картах. Яркий пример – отель на карканде. Есть дефолтный прострел на маштуре, который редко каким танкистам проводится успешно. Не знаю с чем это связано, с незнанием механики или ленью. Ну так вот, суть вот в чем. Танк американцев едет на позицию по открытой местности, а танк меков имеет прострел по этой местности. И мековский танк стреляет по американцу. Хрень в том, что мало кто попадает, хотя выстрел очень простой. Механика его скрыта в углах и сторонах монитора. По сторонам из-за механики игры у нас вижен и прорисовка дальше, чем в центре. Уверен, система прорисовки построена по принципу квадрата, за которым туман. И так как это квадрат, а не сфера, то по углам квадрата вижен дальше, чем ровно по центру. Ну так вот, если отвернуть дулы и смотреть боком, то вы увидите танк. Можете оценить скорость и выстрелить уже не вслепую. Но у многих не получается. Опять же, техника работает везде и очень полезно на любой городской картине. Крутите башню и смотрите, что там по границе тумана. А дальше стреляете. Маштур Родины еще одной фишки с командиром. Я ее называю операция Парапет. Суть вот в чем. Есть позиции, в которых атшника сплошом убить нельзя. А он вам стреляет и стреляет. Поэтому командир туда скидывает машинку. И вы убиваете этого атшника сплошом в машинку или взрывом в самой машинке. Есть ее вариация, когда командир сбрасывает машинку на кого-то. В таком случае надо выстрелить в падающую машинку по инфе командир. На некоторых позициях вас чуть-чуть не хватает склонения дула, чтобы стрелять. Чтобы это обойти, можно раскачивать танк и стрелять в моменты, когда он качается вперед. Только прикольное и довольно скилловое. Есть еще прикол, не сказать, что с заборами, а скорее даже с любыми объектами. Дула, которая торчит через забор, имеет хитбокс. И в него можно повредить танк. Это надо учитывать и не совать ваш хобот куда не надо. И стрелять по вражеским, когда те торчат где не надо. Ну и на этом все. Я уверен, что я что-то не рассказал, так как банально забыл, или просто не придал значения. Также я не стал рассказывать о тактике на картах, тактика привязана к команде. И надо рассказывать не только о том, куда ехать на танке, но и куда идти в пехоте, ехать в БТР и так далее. И это минимум в прощенной форме часа на три, а то и больше. Надеюсь, увидимся на полях сражений. Конец. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.